Русские девушки, они всё время жалуются на то, что мёрзнут, хотя живут в самой холодной... Это шубу, 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 шубу хотят, чтобы вы им купили. Нет, прождусь. Они... А я всегда думал, они хотели, чтобы я их грел просто. Я Лариса Буздеева, это Давай Пожелись. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Инна, Юлиана и Дарья. А жених у нас Роджер. Привет. Здравствуйте. Проходите. Спасибо. Роджер. 32 года. 10 лет назад переехал из Австралии в Россию, но так и не научился понимать загадочную душу россиянок. Роджер – коммерческий менеджер в международной строительной компании. Гордится своим происхождением. Мечтает привести себя в идеальную форму. Признаётся, что свистит дома и любит есть руками. Роджеру не подойдёт кудрявая любительница маленьких собачек, которая верит в приметы. Женится на девушке с вредными привычками, циничным взглядом на жизнь и свободой отстерявшихся. А вам ещё русские девчонки не говорили, не свисти, Роджер, денег не будет? Мне все говорили, что нельзя свистеть. По-моему, симпатичный. Парни, ну у вас прямо на лбу написано «Я из Австралии». Спасибо большое. А вы откуда? В Австралии. Говорите по-русски. Да. И вы? Я из Москвы. Я жена Кавриэля. И мы друзья Роджера. Сколько лет живёте уже? Восемь лет. Нравится жить с австралийцем? Да. У нас счастливый брак. Дружочек у него какой? Такой непосредственный. Дружочек у него прям, да. Как они у Дани. Я знаю, что вы не особо заморачиваетесь над Марайей. И вам нужна женщина лёгкого нрава, которая не особенно бы соблюдала какие-то правила и нормы поведения. Ну, вы абсолютно попали в точку. Меня очень очарует девушки, которые не живут по общественным нормам, наверное. Я точно не живу. У меня всё против общественных норм. Но в то же время стиль и воспитание у меня есть. То есть у меня идеальное сочетание. Пускай у неё даже какие-то вредные привычки будут. Например, перечислите, какие вредные привычки вам милы. Мне милы. Но пускай она даже будет курить сигареты. О-о-о. Даже курить сигареты. А кроме? Пускай она будет любить выпить. О-о-о. Что вы говорите. И ему тягнуться ещё. А ему же русская матершина никак. Ну, меня не режет слух мат, потому что... Вы его понимаете? Я понимаю мат, да, конечно. А вообще русский язык, знаете, блестяще. Где учили? Когда? Ну, шпионское образование. Не могу разглашать. Понятно. Это что, шпионское? Не можете. А можете выругаться? Ну, ёлки-палки, зачем же ругаться на российском телевидении? Ну, примерно так. Я, как бы, целые 10 лет назад понаехал в Москву. И мне кажется, как бы, 10 лет это мало для того, чтобы понимать девичую русскую душу, как называете. Просто, ты знаешь, иностранцы очень редко понимают, что значит, что понаехал. Потому что, знаешь, сложно для перевода очень. Русские девушки, они всё время жалуются на то, что мёрзнут. Хотя живут в самой холодной... Это шубу, шубу, шубу хотят, чтобы вы им купили. Нет, правда. Они... А я всегда думал, они хотели, чтобы я их грел просто. Ещё хотят, наверное, всё время есть. Да. Любят рестораны. Ну, рестораны я не хочу. Просто не после шести, вот. Зато, как бы, они мало посуду создают таким образом, да. А ещё я знаю, что девушки, которые приходят к вам в гости, сразу начинают наводить порядок у вас в квартире. А это только я? Да. А это замуж хотят. Действительно такое происходит. Они хотят замуж. Они думают, вот вы скажете, вот у нас в Австралии так девушки не стараются для женихов, для парней. А здесь русские прямо три в одном. И красивые, и умные, ещё и убраться любят. Да, да. Это хорошо. Но, понимаете, дело в том, что у меня уборщица по средам приходит. Поэтому мне только где-то к понедельнику начинается заканчиваться посуда. Особенно почему-то ложки. Ну, если бы она могла, наверное, помыть ложки некоторые, то не проблема. Но мне не надо, чтобы очень хозяйственная была. Поняла. Слушай, отличный вообще жених, хочу сказать. У него, во-первых, есть уборщица. Готовы? Это отлично. На самом деле я вообще ненавижу мыть посуду. Это единственная вещь, которую я просто не переношу. А я знаю, что вы всех своих возлюбленных возите в Австралию. Всех. Ну да, да. Ну, чтобы познакомиться с родителями, чтобы посмотреть. А давайте посмотрим на ваших родителей. Мы родители Роджера, мы живем в Мелбурне, Австралии. Мы родители Роджера, мы живем в Мелбурне, Австралии. Ну, вот это все подарки, которые я им привозил. А это вы маленький, да? Это я кушаю листочки. Ну, она жалуется на то, что я их покинул. И там где-то правильная девушка. Надо ее искать. Ну, прям ругает меня. Ругает? Мамочка отчитала просто. Вот смотрите, вас же тоже удивляет тот факт, что девушки русские не любят покупать поддержанные автомобили. Ну, вы только попробуйте подарить поддержанный автомобиль русской девушке. Москвичке, по крайней мере. Мне кажется, ей нужен новый. А ты только попробуй купить автомобиль в Австралийке. Она сразу заподозрит тебя в каком-то, что ты вляпался или накосячил. Потому что ей надо очень по-крупному накосячить, чтобы ей понадобилось подарить такой подарок. Сразу подозрение возникнет в твой адрес. А крупные косяки в понятиях австралийской девушки, это что? Я не знаю. Пересыпать с ее мамой, может быть. Я не знаю, чтобы такой подарок понадобился. Но это правда, косяк всем косяком. А если просто с подружкой, ну где-то там в ресторане случайно выпила слишком, это можно тогда делаться, наверное, открыткой? Букет, может быть. Мне предательски задергалась, бро. Так, ну-ка, не дергаться. А что это за история была у вас с русской девушкой, с которой вы познакомились где-то в подвале? Что-то такое было. Я праздновал корпоративную вечеринку в офисе одной компании, партнерской. Там я познакомился с девушкой. Мы выпили много, и потом, да, мы оказались в шкафу в этом офисе. Мы просто ее шубу искали, она мерзла, да? Но с этого волшебного момента у нас... Ну не нашли, пришлось купить ей новую. Пришлось по-другому греться просто, понимаете? И, да, у нас с этого... Мы вступили в отношения даже. А вот если бы русский мужчина так с ней грелся, он бы сказал, ах, ты такая, ты такая легкодоступная, и чтобы тебя рядом близко со мной не было. Ну, просто она бы не попользовалась. Знаете, у меня такой взгляд. Ей что-то захотелось, она взяла это, и здорово. И сколько эти отношения продлились? Три года. О, а почему не женились на ней? Она достаточно сильно ревновала, и я чувствую, во-первых, еще больше меня зарабатывала на тот момент. Она? Да, она была старше чуть-чуть. И меня как-то беспокоило, что она больше зарабатывала. Мне многое было не разрешено. Например? Ну, пойти встречаться с друзьями. Надо было все время вместе. Да, жили вместе, да. Мы завели котенка даже вместе. Смотри, если мужчина со мной сильный, я сразу становлюсь мягкой и послушной. Но это нужно еще докопаться до этого просто. Вы ее любили? Не знаю. Нет, наверное. А почему собачек маленьких не любите вместе с девушками? Просто я заметил, когда у девушки есть маленькая собака, это еще диагноз на другие вещи, которые мне нравятся. Типа, это обязательно та, которая любит ездить в Италию. Ну, это какие-то шаблонные уроки йоги. Ой, я тоже ненавижу маленьких собак. Вот эти когда я... Ну, это вообще прям не собаки. А что это за история? Девушка, туфли, ремонт? Ну, первая девушка пошла в магазин, отнесла туфли в ремонт. На бойки, что ли. И забыла туфли взять. Позвонила, попросила меня привезти. Я взял, принес. И неожиданно какой-то скандал. Ты что? Я плохо понимал по-русски тогда. Выяснилось, что... Оказалось, что я их не положил в пакет. Ну, и... А почему вы не положили в пакет? Да у нас нет такой пакетной культуры, понимаете, в Австралии. Нет, ну это нести неудобно. А он их нюз в руках и все время целовал, нюхал. Он с ними играл, он с ними разговаривал. С тех пор я всегда ношу с собой. На всякий случай. Я понимаю, если бы она заходит, а он такой в туфлях перед зеркалом стоит. В ее туфлях. Был еще случай интересный, кстати. У нас тоже нет такого, что мы дарим цветы. Вы в шоке, я знаю. Но такое есть. Для нее это было проблематично. Ладно, я решил, буду дарить тогда. Пошел и купил. Подарил, и тоже неожиданный скандал разорился. Прям фигачило в мусорное ведро. Наверное, подарили четное количество. Два подарила. Это покойникам дарит. Да откуда, я знаю. Если мне два цветка подарили, значит, что бы я бы сделала? По морде под христалли. Почему просить ничего нельзя? Просить? Ну, шубу попроси. Выпрашивать. Выпрашивать. Это противно, Рос, правда. Ну, это немножко нагло. Я не знаю, например, у меня была девушка, которая не просила ничего. А я с радостью часто что-то покупал. А что покупали? Подарил дорогой телефон, например. Хорошо. А я знаю, что у вас была девушка, на которой вы даже собирались жениться. Ну, мы решили как бы перейти на более серьезный этап. Мы не оговаривали жениться, не жениться. Но решили сначала делать паузу. И пожить отдельно. Как бы отдельно быть. На шесть недель. А я потом понял, что мне так хорошо один. И, к сожалению, да, не вышло. А что у нас с готовностью быть хорошим мужем? Что у нас есть? Дом у вас есть, машина, счет в банке. Ну, как бы моя цель в жизни – это не приобретение жилья. Я не ценю, не высоко ценю это. А жену куда приведете, Роджер? Нет, ну, окей. Если будет жена, я представляю, что могу купить квартиру или дом. У вас деньги-то есть? А сейчас, ну, мои свободные деньги я предпочитаю, может быть, инвестировать в какой-то бизнес. Но жить будете в твоей квартире. Я не важно, будем в моей, в его мы совместно прекрасно все приобретем. Это не проблема. А нам-то что с ваших инвестиций в бизнес? Нам вообще ни горячо, ни холодно. Вот вы в свадьбу на сколько миллионов играть будете или не будете играть в свадьбу? Платье какое покупать? Дешевенькое будете на свадьбу? Или о колечке какие у нас будут? Бриллиантовые? Или, я не знаю, медные? Ты бы какое кольцо хотел на свадьбу? Скажи мне, пожалуйста. Да хоть какое бы уже, только не пластиковое, знаешь. Знаете, я здесь 10 лет. Я не уеду без главного сувенира этой страны. Это прекрасная русская девушка. Тогда я слушаю сейчас ваших друзей и уже будем знакомиться. Кого вы видите рядом с вашим другом? Я вижу друга. Хорошего друга, интересную девушку, веселую. Важно, из какой она будет семьи? Нет. Какое у нее должно быть образование? Ну, образование должно быть. Она должна будет знать иностранные языки, как минимум английский? Да, это желательно, потому что много друзей у Роджера англоязычные, иностранцы. Девочки, слушайте, вот я реально, я везде путешествую, я читаю. У меня IQ 139. Это вообще мало у кого, между прочим. Я веселая. Я молодец. Продадим, продадим. Главная квартира есть. Ну, так опишите все-таки, кого вы хотите, за кем пришли? Приземленную. Расслабленную, веселую, очаровательную. Ну, как бы не скромную, не какую-то очень правильную. Толстенькую. Маленькую. Как бы нежелательную, не колоссальную, конечно, но посмотрим, как бы. Роза. А что Роза-то? Значит, девчонки, которые там, слушайте меня внимательно. Никола, не двора. Жадный. Ну уж извините, какой бы есть. То есть, ничего просить у него нельзя. Типа, только веселись, в общем-то. А я еще не видела, чтобы ни одной семьи, которая счастлива, была одним весельем. Ну уж не знаю, девочки, прямо, как его и сватать. Ну, если только он в Австралию на экскурсию съедете, посмотрите, может быть, это... Что-то мне моя интуиция подсказывает. Тот тип девушки, который вы описали, не очень похож на тип жены. Ну, замечательно. Но совсем не похож на вашу подружку, например. То, что вы описали, скорее подходит девушке для приятного времяпрепровождения, даже длительного, пока вы живете здесь, в Москве. Вот мне так показалось. Веселуха, отвязная. Не знаю, по-другому скучно просто. Ну, посмотрим, посмотрим еще. А что звезды? Девушка вам нужна, конечно, не просто веселая, а яркая, красивая. Но вы из тех людей, у кого не несколько, а все планеты, касающиеся личной жизни, в 12-м доме. Вы никогда не расскажете о своих истинных намерениях, во-первых. Это раз. Поэтому сегодня мы видим только поверхностный образ и поверхностное желание. Она должна быть личностью, она должна быть стоящим человеком, она должна быть яркой, производить впечатление такой, внушающей доверия, внушающей уважение. Она должна обладать самоуважением. Поэтому, конечно, девушку меркантильную вы рядом не потерпите. А есть ли у нее будет ребенок от предыдущих отношений? Ну, я не хотел бы, как бы... Ну, наверное, это будет проблема, да. Вот на самом деле я очень люблю таких людей, потому что видно, что человек действительно реализовал себя по жизни уже, и при этом он очень простой, то есть он легкий. Да, 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 да. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Проходите, знакомьтесь с первой ежедневной. Давайте. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. I need to have a shot of love. I have a bad, bad habit. Can seem to have enough. Give it to me. I know. I know and I forgot, but... О, господи, у меня такой ужасный акцент, извините, конечно. Инна, 30 лет. Персональный ассистент в крупной компании. Гордится тем, что смогла прожить в Америке 9 лет. Инна крутила роман с испанцем, была страстно влюблена в итальянца, симпатизировала венесуэльцу и души не чаяла в греке. Но ни один из избранников не смог стать мужчиной ее мечты. Надеется, что с Роджером она будет счастлива. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно с подарков начать? Я вот честно хочу сказать, когда я была в Америке, это была программа, которая у меня была очень душевная, которую я смотрела. Я приходила с работы очень поздно и включала «Давай поженимся». И вы говорили мне там что-то, я засыпала, и честно, это правда. Ой, как приятно. И я вас очень люблю. Влад, это вообще твой типаж. Мне кажется, если тут не получится ничего, то вот, пожалуйста, телефон через эти минуты. Инночка, вот тут перечень мужчин, которые у вас были, наверное, является вашей вредной привычкой. Или еще что-то есть? Я не знаю, как сказать, я хороший человек, с хорошим воспитанием, но с вредными привычками. То есть вот у меня как-то все сочетается. Я знаю, что плюс к вредным привычкам, вы еще хорошая дочка. Каждый день маме звоните. Каждый день маме звоню. У меня потрясающая семья. У меня два брата, три племянника. У него жены, все прекрасно. Мама с папой вместе всю жизнь. Я, кстати, маме тоже звоню каждый день. Даже захожу к тебе каждый день. Да, ты еще и живешь. И далеко от мамы. Вот давайте американец. Ну, давайте, нет, вот итальянец давайте. Потому что основная история, мы с ним познакомились в ресторане. Согласна, Роджи, согласна. Да, много бла-бла-бла, много эмоций. Мы решили с подружкой поесть пельмени за 30 долларов, потому что мы только переехали в Нью-Йорк. Пришли красиво. Он, конечно, начал там подставку под сумочками подносить, шампанское, брызги открыл. То есть все было вот это вот. Он был официантом? Он был главным менеджером. Он был очень похож, кстати, на тебя. Он был голубоглазый, такой же носик. Ну, все прям как мне нравится очень. Да, и он мне, в принципе, я подумала, что у него есть образование, потому что мне это очень важно. У меня у самого красный диплом, я ценю умных людей, у меня IQ. Ну, я не буду, я люблю хвалиться тоже. Нет, я не люблю... Как все американцы. Нет, не хвалиться, я люблю, чтобы, как сказать, знать себе цену. Это круто, когда человек знает себе цену. Мне кажется, очень много подробностей нет. Очень много информации. Мы расстались, потому что я ему заявила, что хочу ребенка. Он сказал, я не готов, буду готов 39 лет, не хочу тратить свое, вернее, время. Ну, вот, все. А кроме этого? А потом вторая история, чтобы мы вкратце. Его друг очень хороший. Грек? Нет, он был иранец. Он был очень красивый, высокий, но смысл в том, что он был хороший друг, и я с ним вместе работала. У нас реально какой-то сексуальный энергетик. Мы два года вот так вот ходили, хотели. Да, было так. Но у меня есть парень, у него есть девушка. Он очень любил свою девушку. И так получается, что мы одновременно расстаемся. Я со своим итальяшкой, он со своей девушкой. И понеслось. На месяц просто у нас, ну, это искры, это было сумасшествие. То есть было очень круто. До сих пор, кстати, мне пишут, что не можешь меня забыть, как и все. Вот. И, ну, очень смешно. А кто там смеялся? Я пойду подошла. Это ваш конкурент. А там еще потом пойду. Тихо, 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 не притчи. Говорит, успокойся. Ну вот. И потом он возвращается к этой своей девушке. И все. И у нас история заканчивается. И параллельно я знакомлюсь с греком. То есть у меня с итальянцем еще была одна особенность. Вы оплачивали все 50 на 50? Да. Я всю жизнь, я никогда мужчина не содержала. Я не думаю, что то, что у нее было так много отношений с различными иностранцами, это лучшая история ее жизни. Это же не резюме, не портфолио, в конце концов, сколько у тебя было. Ну, слушай, там сказали перечень, аня. Грек, он был просто такой милой историей. Он был, как сказать, он был очень обеспеченный. Но у него были особенности. То есть он очень был зашоренный. А ему с утра нужно было банан, который он съест, обязательно выкинуть там как-то в какой-то процедуре. То есть какие-то процедуры. Мы пойдем гулять, ну, в смысле вечером. Мы хорошо выпьем, мы вот такие. А он, допустим, подожди, мне нужно свой костюмчик повесить. Ну, я не дурак, да, что это так делали? Дурак. Я говорю, давай вешаю уже все. Ну, конечно, там, не знаю, какие-то миссионерские позиции постоянно. То есть мне нравится тобой обниматься. Я говорю, мне хочется не только обниматься. Ну, в общем. А ты секса не был, что ли? Он был в миссионерской позиции. Слушай, ну, я не знаю, все-таки для первого свидания говорить про миссионерские позиции. Я, конечно, понимаю, что ему нужна миссионерная девочка. Да, она тоже честная. То есть она просто, мне кажется, говорит, потому что ей это важно. А почему молоко в дверцу холодильника нельзя было ставить? Ой, да с молоком я не помню. Я помню, какие-то вот спозы были. Он что-то там выпрямлялся, к вселенной тянулся. Ну, какие-то особенности это было. Да. Понятно. А вас называл нимфоманкой. А, ну да, типа. Ну, меня многие называют нимфоманкой. Ну, немногие выдерживают. Да, у меня проблема. У меня в России не могу найти себе нормального партнера. Ну, в смысле активного сексуального мужчину, да? Не могу, да. Да, все как-то слабенькие. Так от нашего бы взяли волос. Все мужчины, все мечтают вот о таких... Все больше говорят, все я, так... Ненасытных. Нет, нет. Ну, хорошо. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Что ты думаешь? Скелет в шкафу. О, давайте. Скелета. Скелет в шкафу. О, боже. О, боже. Кстати, привет, друзья, мы не поздравляем так давно. Позыщай крестиком сейчас. Не может иметь детей. Но я хочу сразу объяснить, что я могу, но сейчас я не могу. То есть я пришла к врачу, мне говорят, что ты не можешь. Но если ты захочешь, это все лечится. 21 век, все нормально. То есть это не так страшно. Это нормально. Да когда вы хотите вылечиться? Когда у меня появится человек, который скажет, Инна, я хочу от тебя ребенка. А вы сколько хотите детей? Ну, мечтаете, во всяком случае. Может быть, вы тоже не хотите детей? Ну, было бы неплохо, да, маленьких кенгурят создавать. Своих, да? Маленькие кенгуряты. Ой, просто мне литер зашкаливает сейчас. Я не знаю, что у тебя зашкаливает. Но держи себя в руках, пожалуйста. Вы приготовили какой-то сюрприз? Видео на экран. Роджер, я хотела сказать, что просто по одному твоему имени, откуда ты, я нашла тебе много интересного в интернете. Больше много. И один из многих интересных моментов этой твоей фотографии с детства, которые меня просто поразили и просто в самое сердце попали. Ой, какой хороший. Ты нереально милый. Я, честно, я не отказалась бы иметь таких детей. Это папа, да, это папа. Вот, а для второй части сюрприза, вот ты досмотри до конца, да. Но вы выделили мой секрет, я же Бэтмен. Ничего не должен был знать. Послушай, 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 ты можешь закрыть глаза, пожалуйста? Просто закрой глаза и не открывай, хорошо? Так, сейчас у нас будет момент приготовления. Ты не пугайся. Я знала, что у тебя... Просто подержи, пожалуйста, спасибо. Я открыл. Я знала, что у тебя будет гель, как у настоящего мачо. Мы сейчас все красиво все оденем. Оп. Так. Так, все ровненько. Что-то очень знакомое, я чувствую. Каждый вечером я надеваю. Да, и не открывай глазки. Держи меня за руку. Пойдем, вставай. Пошли. Пойдем. Это очень мило со стороны смотрится, но, по-моему, я не очень сильно обрадовался. А теперь, Роджер, открывай глазки. Да. С днем рождения. Ой, мамочка. Мы решили сегодня еще раз отпраздновать твой день рождения, чтобы ты себя почувствовала, как врагу семьи. Потому что я знаю, это далеко от семьи, тебе очень не хватает, как и мне, когда я жила в Америке. Честно. Пошли. Это круто, супер. С днем рождения. Вот, и фоточку тоже не добавляю. Можно скрывать. Вот. Вот, Дубай, загадывай желание. С днем рождения. Еще одну. Ну, вот, мама никогда такое не сумела. Вот я ей обязательно хочу. Шикарный подарок. Шикарный, правда. Сюрприз потрясающий. Инночка, вы, правда, постарались проходить в свою комнату. Спасибо, мне очень приятно было. Спасибо. Можете снимать маску и плащ. Зачем? Нет. Ну, у нас же еще другие невесты. А, ну ладно. И будут другие сюрпризы. Надеть потом можно? Обязательно. Вы должны можете это взять домой и в этом спать сегодня. Роджер, ну скажите, пожалуйста, я вас теперь понимаю, почему нравятся русские девчонки, но кто еще так может постараться? Это просто что-то невероятное. Как я сказал, вот в детстве такого не было у нас, так что маме я замечания буду делать обязательно. Я, кстати, торт. Ой, Инна, ты всех покорила. Я даже не сомневалась. Фух, великолепно. Понравилось девушке? Да, да. Да, супер. А вам? Очень. А тебе, Роза? Я считаю, что вам она очень подходит. 30 лет, уже адаптирована. Детей, в принципе, она и не собирается, и вам оно не надо. В общем-то, и готова. Если 9 лет в Америке, то уж в Австралии, я думаю, что приживется. Вон, подарки какие интересные. Умная. Она очень должна. Мне понравился, но она открыта, она откровенная, не стала из себя изображать девственницу. Да, у нее были романы в Америке с иностранцами. А с кем у нее в Америке должны были быть романы? С кем? С русским, украинцем и молдаванином? Не, ну у меня не то, что романы, я просто искала свою любовь, и не получалось. Мне приходилось искать еще и еще что-то. Она смесь стрельца, скорпиона и водолея. Вот такие женщины себя могут отпустить куда угодно, но партнеры не отпустят никуда. Из-за непослушания его ждет возможное избиение ногами. Поэтому ей будет позволено в этом союзе многое, вам будет позволено и прощено гораздо меньше. Но при этом вы так ей понравились, и так очевидно понравились, она так откровенно об этом высказывается, это тоже не может не подкупать. Разве можно пройти мимо такого, мимо такого очаровательного напора? Проходите, знакомьтесь со второй юристой. Роджер, меня зовут Юлиана. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. Я очень веселая, и надеюсь, нам с тобой будет весело вместе. Супер, пойдемте. Юлиана, 25 лет. Дизайнер одежды. Мечтает открыть свое ателье. Гордится тем, что свободна от стереотипов. Признается, что не может работать по графику. Роман Юлианы с состоятельным индусом был похож на сказку, до тех пор, пока он не поставил ей жесткий ультиматум. Надеется, что с Роджером она забудет все, как страшный сон. Дорогая Юлиана, а как у вас обстоят дела с вредными привычками? У меня отлично обстоят дела с вредными привычками. Я просто хотела перед этим еще рассказать одну историю. Я слышала то, что Роджер, он рассказывал историю про две гвоздики. А у меня есть очень забавная история про похоронный венок. Как мне мой бывший мужчина подарил похоронный венок на день рождения. Молодая девушка. Мне кажется, австралийка прям. Вот ей бы пошло. Она прям такая вся сафари. Так, ребята, вы вообще за кого? В общем, просто в Индии у них, как все понимают, нет похорона. Там кремируют людей. Соответственно, венки там не нужны. И еще нет традиции дарить женщинам цветы. И на день рождения я приехала в Индию. Вот утром у меня звонок по телефону. Он мне говорит, спускайся, у тебя сюрприз просто. Вот под дверь. Я такая, да, какой сюрприз? Открываю дверь. И там вот полный рост стоит вот этот похоронный венок. Белый, синим. Просто отвратительный. Просто ужасный. А зачем? Это был такой его юмор? Нет, это был не юмор. Он просто, он выбирал эти цветы. Ему показалось, что это самые прекрасные цветы, которые были. Он готов, реально старался как бы. Я звоню и говорю, милый, привези мне просто красные розы. Хотя бы три штучки. Любые вообще. Это вы о романе с вашим индусом рассказываете, да? Да. Ну не знаю, она какая-то... Она симпатичная, но не яркая. Да, нет. Она обычно... Обычная. А вдруг ему такие нравятся? А не надо думать, если бы и Каба Инна. Ему нравишься ты, и все. А вы встретили его где, в Индии или в России? Я встретила в Индии, я три года назад это был, я ездила на контракт туда работать с моделью. Вы москвичка? Да. По модельному контракту. Вот. И так получилось то, что я встретилась, я поехала выбирать себе ювелирное украшение. Вот, сама как бы, да? То есть, не всякого такого. Вот. Вот, и так получилось то, что я познакомилась с владельцем, вот, ювелирной компании. А какой касте он принадлежал? К... Высшей. К Брахману. Он вас познакомил со своими друзьями, родителями? А, в общем, он меня познакомил, да, он меня познакомил со своими друзьями, да, но с семьей я не была знакома, потому что, как бы, это Индия, да, вот. А он был в разводе уже, то есть он как бы взрослый мужчина, у него там есть дети, да? Такая она пустая. Давайте дальше послушаем, может быть, мы что-то выясним, узнаем. Было ощущение, что попали в сказку? Да. А драматические моменты в вашей сказке были? Были в отношениях, как бы, какие-то такие небольшие напряги, то, что он, как бы, контролировал постоянно, но он сильно ревновал, да, особенно, когда я уезжала в Россию, то есть это постоянно, как бы, переписки, звонки. Но я не могу сейчас жаловаться на это, потому что я в этом была в отношениях, правильно? А сколько вы с ним были по времени? Мы около более трёх лет с ним, вот, и... Заходил разговор о том, что эти отношения могут перейти в более серьёзные, ну, как, например, жениться? На самом деле, если быть честной, я изначально не понимала, что вряд ли я за него выйду замуж, потому что его, как бы, социальное положение было такое, то, что, ну, это было бы очень сложно. Белой женщине в Индии, как бы, ну, с человеком такого уровня, я просто с ним встречалась, потому что он мне нравился как человек. Очень банальная история, самая банальная, которая может быть. А вот эта история с беременностью? История с беременностью, в общем, это история, на которой мы расстались. Я узнала, что я забеременела от него. Вот, и, в общем, я сфотографировала сразу тест, я была в России в этот момент, и отправила ему. Вот, и говорю, что делать-то? Тест положительный. И он меня уговорил оставить ребёнка. И я сказала своим подругам, там, своей маме, я сходила в больницу, я стала на учёт, как бы, да. Вот, и, в общем, просто через неделю там происходит какая-то бытовая ссора, просто там насчёт билетов или насчёт чего, да. И во время ссора он мне говорит, всё там, мы всё прекращаем, иди делай аборт. И я ему говорю, исчезни просто. И он реально исчезает. И чем закончилось? И в итоге, ну, закончилось в итоге тем, что, как бы, он просто исчез. Кто? Мой мужчина. Ну, это понятно, а ребёнок? А у меня случился выкидыш на десятой неделе. Смотри, как ему это не понравилось. Она обманывает. Ну, я чувствую тоже, как вот, Лариса, я чувствую, когда человек обманывает. Я думаю, что она просто аборт сделала. Ну, ладно, всё, никого не критикую. После него у вас никого не было? Нет, вы знаете, как я не... Мне не нужны простые отношения сейчас. Я либо свободна, как бы, либо я выхожу замуж. Роджер, у вас осталось два бонуса. Семейная традиция и свидание наедине. Свидание мы решили... Проходите, да. Я была уверена. Скажите, а вот то, как она себя ведёт, это для неё естественно, или она просто волнуется, потому что непривычная среда? Она волнуется на самом деле. Она волнуется сильно, потому что... То есть в обычной жизни она, наверное, не так эмоциональна, не так открыта, да? Нет, она более открыта, но она просто поспокойнее. Понятно, скажем так. Ты жила в Индии, получается, да? Я ездила в основном. У меня были периоды, то, что я жила там два-три месяца. А сейчас ты что ищешь? Ты почему русского, может быть, не устраивает? Не то, чтобы меня не устраивает, просто я ещё не встретила, как для кого-то. То есть у меня нет такого... Ты по-английски говоришь, да? Я так понял. Да. Окей. Извините, пожалуйста, у них свидание затянулось, я переживаю, честно. Где комната? Они же только что ушли. Почему же затянулось? Я пришла сюда, потому что мне обидно, что ты столько время уделил мне. У меня даже не было, у меня какой-то, знаешь, скелер шкафу, а у меня охотство пообщаться на неделю. Ну, мы можем просто в шкафу, если... Просто в шкафу? Не обязательно с телетом, но... Ну, в шкафы, да, у меня... Это купе, раздвигающийся. Раздвигающийся. У меня, кстати, тоже шкаф. Так, у меня красивый шкаф-купе, и интереснее. Так, чтобы... Как мы решаем данную ситуацию тогда? Тут, понимаешь, как говорится, мужчины... На войне, как на войне, все средства хорошие. Все, простите, что прервала, конечно, не культурно пошла я. Никуда мы не пойдем, вторая вот уже собралась. А сейчас я хочу показать тебе свой сюрприз. И для этого мы должны пойти на сцену. О, супер, пойдемте. Точнее, я на сцену, а ты на сцену. Окей, отлично. Ваше время истекло, господа. Я смотрю на сцене микрофон. Вы, наверное, уже и сутриц приготовили. Да. Не умеешь петь, не пей, называется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Смотри, как девочки замуж хотят. Смотри, как надо. Отдайте нам Роджера. А вы знаете, вообще, в принципе, ничего могло не происходить до того момента, пока Инна не подошла к поющей Юлиане. Юлиан, я не поняла. Проходи. Что это такое? У нас отбивают жениха Акса. По-моему, активно причем. Активно. Настолько она показала свой характер незлобивая. Незлобивая. Она свою соперницу, которая была очень агрессивна и активна, просто приобняла. Это говорит о том, что у Юлианы очень хороший характер. Ну, вам же нравятся такие девушки, которые вне правил? Да. Значит, все-таки правила нужны. Нет, секундочку, подожди. Нет, ну, как бы... Я про общественные нормы. Правила это другое. Как бы надо уважать других людей, да? Нельзя просто в наглую... Уважать чувства других людей. Роджер, улыбнись. Реально, я хочу, чтобы он улыбался. Он так, смотри, улыбается. Улыбайся, только обо мне вспоминай. Инна считает нормой то, что ей нравится, она должна это иметь. Она не нарушила закон, она ничего такого страшного не сделала. Вы ей нравитесь. Она пришла за вас бороться. И она не хотела вас, Юлиане, уступать. Оксана, знаешь, как я считаю? Мужчина должен нравиться разным женщинам. Понимаешь, мне же не нужен мужик, который никому не нравится. Просто мужчина впервые видит тебя и впервые видит ее. У него нет времени сделать конкретное нормальное, может быть, решение. А тут она маячит, 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 маячит. Как так можно? Это же не нормально. Она забивает сейчас все с собой. Вам понравилась Юлиана? Она очень миленькая. И я думаю, что она добрая такая девочка. А мне Юлианочку жалко. Ей какой-то индус пользовался три года ее молодости, красотой. Еле жива осталась. А сейчас вы, дорогой Роджер, будете пользоваться. У вас еще даже в голове нет представления о том, жениться, не жениться. Нет у вас ничего. Вот попользуйтесь ее молодой красотой. В 30 лет она уже здесь никому будет не нужна. Нет, не уверена. Я думаю, что бывают такие женщины в жизни мужчин, как Юлиана. Когда вдруг Роджер может пересмотреть все свои планы на ближайшее будущее. Так он даже если пересмотрит, у него ничего нет. Я думаю, что Юлиана каким бы чудесным человеком она ни была. Она, с одной стороны, никогда не потерпит к себе больше потребительского отношения со стороны мужчин. Она действительно серьезная и потребует от мужчины ответственности. Но это не совсем тот тип женщины, на который вы рассчитывали. Вам нужна женщина, уверенная в себе. Она, да, конечно, волновалась. Инна перебрала с уверенностью. Там уверенность начала чуть-чуть граничить с навязчивостью, к сожалению. Мне кажется, она душевно молода для вас. У нас есть еще одна невеста. Проходите, знакомьтесь. Привет, Роджер. Меня зовут Дарья. Я никогда не была в Австралии. Ты знаешь, я надеюсь, что мы обязательно побываем там вместе. Ничего себе какая-то. Пойдемте тогда. Дарья, 22 года. Фотограф-визажист. Признается, что никогда не выпускает из рук телефон. Часто фотографирует себя и не закручивает тюбик от зубной пасты. Дарье пришлось расстаться с возлюбленным испанцем после того, как он освоил русский язык. Надеется, что в отношениях с Роджером будет царствовать язык любви. А как часто возникает такая необходимая себя фотографировать? Может, мы и здесь сейчас поснимаемся? Прямо здесь сейчас? Ну, а почему? Это селфи я сделала, когда меня переехала в СОР. Это просто КМС по селфи. Хорошенькая. Красивая. Да, она очень милая девочка. Да, мне тоже она понравилась. Красивая очень. Давайте вы сядьте на мое место, а я сзади. Конечно, дорогая. Я же все-таки артистка какая-никакая. О, естественно. Лариса, вы прекрасны. Так, Лариса, собрались. И еще. Лариса, мы прекрасны. Берем цветочки. Берем цветочки. Дождя появился. Берем цветочки. Берем цветочки. Берем цветочки. Все, дорогая моя. Вот этой девочке нужен чувак, который будет обеспечивать это сто процентов. Лариса, а у вас есть инстаграм? Конечно. Конечно, есть. Лара Гузя, через нижнюю черточку, да. Все, сейчас мы подпишемся. Давайте уже передачу продолжим. Расскажите, ваш возлюбленный русский язык не освоил? Кто он был по ценности? Он, мой последний молодой человек, он был испанец. И как раз-таки наши отношения закончились, когда он освоил русский язык. И это было в очень абсурдных, я бы даже сказала, обстоятельствах. То есть мы встречались, все было прекрасно. Достаточно долгое время, около полугода. И вы знаете, как-то раз произошла такая ситуация, я даже не придала этому значения на самом деле. Я просто зашла с его компьютера под своим логином в свои социальные сети. И я, честно говоря, даже не знала, что это закончится все настолько плачевно, потому что человек, представляете, он не поленился, он перевел все мои переписки с друзьями. То есть он вообще, он нашел там фотографии с бывшим, какие-то старинные вообще. И тут началась просто истерика, вскипела. А что же там такое было написано? Там, в принципе, ничего особенного не было написано. А вы обсуждали его там? Нет, конечно же, нет. Я вообще не имею, в принципе, привычки обсуждать людей за спиной. Слушай, ну Total Control, как бы, ты это уже проходила. Оксана, ну у меня не было такого, что, как бы, переписки переводили с друзьями. Слушай, это ты думаешь, что у тебя этого не было? Нет, я просто уверена в этом. Скажите, а с кем легче всего все-таки было из иностранцев найти общий язык? Вообще, по темпераменту, мне проще всего было общаться с испанцами, как раз таки, с португальцами. Немцы показались мне слишком похотливыми, честно говоря, вы знаете. То есть я, в принципе, увлекаюсь изучением иностранных языков, но в основном это английский и испанский. И просто, когда, есть такая одна традиция, после завершения обучения, то есть, вы, наверное, знаете, Роджер, тоже расписывают футболки с пожеланиями. Ну да. То есть мы, там, это был такой потрясающий год, все так хорошо, мы желаем тебе счастья. И просто немцы мне написали все поголовно, нам нравится твоя грудь. Ну только это была не грудь, а вульгарная. Грубиня. А вот на сайте двоеточка... Вульгарная синоним, да. А вот на сайте двоеточка ТВ пишут только приличные люди. И да, у тебя крутая грудь, большая, класс. Что у вас с вредными привычками? Как вам сказать? Вы курите? Ну, бывает, да, я покуриваю. Пьете? Ну как? Ну у меня не алкоголизм, конечно. Не стесняйся, давай, скажи. Матом ругаетесь? Ну, вы знаете, что я с удовольствием поддержу любую тусовку. Просто все такие белые, пушистые, и у них там один мальчик и девственница, они всю жизнь. У вас остался последний бонус, семейные традиции. Хотите узнать? Хочу. Семейная традиция? Вы знаете, моя семейная традиция связана с моим любимым дедушкой, которому сейчас исполнилось уже 70 лет. И каждый год в его день рождения мы берем карту, гор, и выбираем место там, где мы еще не были, не глядя. И едем туда, и катаемся на сноубордах и на лыжах. И он в свои 70 лет все еще поддерживает меня. Здорово. А сюрприз приготовили? Да, конечно. Покажите. Нельзя быть такой милой и веселой одновременно. Давай ее вырубим. Лучший подарок – это книга. Но эта книга необычная, это книга наших с тобой лучших воспоминаний. И сейчас я бы хотела, чтобы мы заполнили эти страницы и сделали обложку. Мы также… У нас сегодня просто день селфи. Мы сделаем сейчас тоже селфи. Давай. А как знать, если мы в кадре? Все, улыбаемся. Вот. О, ничего себе. Олдскул. Итак. Да, и пока фотография проявляется… Держи. У меня для тебя есть признание в любви. Я подготовила признание. Окей, не рано ли? Ну, давайте, хорошо. Я послушаю. Ты знаешь, иногда, в ночи, когда я смотрю в небо, я начинаю думать о тебе. И тогда я спросил себя, почему? Смотрю, у него, кстати, хорошие английские библиотцы. Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахах You finished the puzzle that lies inside my heart, how deep in my soul you're a very important part. I could go on for a day, telling off what I feel, but what you really must know is, my love for you is real. Спасибо большое, спасибо. Самое сердце, я после этого стиха влюбилась в нее девочки. Наталья и Габриэль, вы с любопытством смотрели на Дарью, вам нравилось, как она читает стихи? Да. Да, судя по всему, она вам очень понравилась. Нам понравилась, да. Нам понравилась, идеально. Что скажете о Дарье? Что я скажу? Ну да, очень яркая, красивые глаза, самоуверенная. Сельфи окей, смирюсь с этим, наверное. Это минус большой, это просто болезнь. Ну окей, ну как бы это все делают, хотя бы, знаете, это не маленькая собака какая-то. Но он тебя вылечит, я буду надеяться. Роза? Я, знаете, тоже не против. Дашеньке 22 года, пусть бесится вместе с вами, время не потеряет. Два годика точно, если вы куда-то не пойдете, она правильно воспитана. Если вы ее в ЗАГС не поведете, то вот дедушка, дай бог ему здоровья, он быстренько разберется. Так что два года она не потеряет с вами. Развлекайтесь. Ну как-то это, мне кажется, немножко обидно звучит. А чего обидно? Если бы он женился, а мне не обидно. Мне кажется, все-таки в принципе... Хорошая девочка вкладывали в нее. Знаете, что я заметила? С каждой новой девушкой вы становились все серьезнее и серьезнее. Вам уже, мне кажется, не так хотелось видеть порочных, отвязных, с дурными привычками. Вас это заинтересовало. Вы в эту историю под названием «Давай пожеемся» поверили. И мне это было очень приятно. Вот, поэтому с Юлианой вы уже так как-то присматривались. А на Дашу вы уже смотрели очень по-взрослому. И меня это радовало. «Я вас вижу в паре». Да, отлично, все так мило. Лариса. Вот не зря селфи мы с ней делали. Да, не зря. Двенадцатидомная огненная венера, львиная, на самом деле задает вам сложную задачу в личной жизни. С одной стороны, девушка должна быть довольно легкой, чтобы быстро пойти на контакт, чтобы вас вытащить из вашей скорлупы. С другой стороны, девушки очень легкие, вас правда никогда не заинтересует глубоко. Вот в Даше есть удивительное сочетание. В ней есть и легкость, с ней можно быстро познакомиться, быстро сойтись, по-дружески сойтись, легко общаться. И в то же время в ней есть королевская стать. Вам нужна такая настоящая королева. Звезды сегодня просто в точку постоянно. Да, у вас есть сейчас минутка пообщаться на предмет, кого будете выбирать. Минутку? Да. Кто вам посоветует, кого? Девушка, я верю, что все случается, как должно случаться, я не переживаю, выберет он меня, не выберет, как бы удастся. А ты что думаешь? Я думаю, Даша. Ага. Я думаю, Даша. Последняя. Третья девушка. Мы в инанимус. Какие друзья, я думаю, вы не будете с вами с Дашей. Да, это и для тебя статус мой. Ну, мне кажется, он, честно говоря, не знаю, мне кажется, ему понравится. В общем, у вас есть своя голова, свое сердце. Идите туда, куда вас это сердце позовет. Мы вас в любом случае поддержим. Ну, достойно. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Я предлагаю всем выйти и поддержать Роджера. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, идем, да? АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ты просто сногсшибательный. Какая милая. Спасибо большое. У нас есть пара Роджер и Дарья. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Грузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай поженимся. Удачи. Удачи. Рада за вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова